Мы ходим, продолжаем изучать ассортимент baby-магазов. Это уже наше хобби. Пока еще не все закупили. Пытаемся понять, что еще нужно, где мы что упустили. Смотрим, что вообще есть. Это вообще огромный магазин. Здесь игрушки в основном, но есть и памперсы, и все, что хочешь. Народу нет вообще. Это как взрослые, с подошвой, со всеми делами. Интересно, в каком возрасте уже это можно? Полгодика или годик? Пока мы вообще не разбираемся в размерах. Написано размер 17-18. По-моему, это самый маленький из тех, которые уже в обуви. Это какие-то всякие милые конвизики. Посмотрим, сколько это стоит. Стоит 15 евро. Но на самом деле, я больше всего люблю покупать в Токамаксе, потому что я покупаю, потому что там всегда скидки, там классная одежда, хороших брендов. Не то, что прям премиальных, но реально хороших детских брендов стоит все 50% ниже. При том, что в таких магазах она висит, как новая коллекция, а там она уже все насыщена. Сейчас слоники очень трендят. Прям все со слониками, конечно, очень миленькая. Львята, слоники. Гивопотам. Вот это прям мамонтенок. Джек-Джеки. Смотрите, это самая вкусная игрушка. Начинает загораться красным. Как реальный Джек-Джек. И глаза. Какой прикольный. Вообще-то он так из трех, а как он может навредить? Он оделся. Джек-Джеки. Вот, в детали. А что это за волосы, интересно? Это лисы так поднимаются? У него лисы обменят. Видимо, да. Это енот, тот, с которым он в мультике дрался. А, точно. Это не енот, ракета из Мстителей. Если бы тебе было три, что бы ты выбрал? Ну, сложный, конечно, вопрос. Но я бы хотел, чтобы мне было пять, и я бы выбрал вот это. Костюм черной пантеры. Костюм черной пантеры. Вот я всегда обожала Барби. Я была прям такая девочка-девочка. И они до сих пор, оказывается, продаются. И дома эти розовые безумные. Мы пришли домой, пока купили всякое по мелочи. Там просто то, что мне показалось, что можно взять, что не повредит. И сейчас время обеда. Я готовлю кушать. Покажу вам быструю, сытную пасту. Вот это будет паста с лососем. Здесь у меня жарится лосось. И варится сама цельнозорновая паста, спагетти. Извините, без сервировки. По-быстрому, по-простому. Я решила сегодня не добавлять сливки. Можно еще и сливки добавить. Но и так калорийность немаленькая. Я, можно сказать, активно готовлюсь к родам. У меня уже идут последние недели. Уже началась, девочки. Не представляете себе. 38-я неделя. То есть все может случиться практически в любой момент. Поэтому я решила пойти покрасить волосы. Я думаю, что на самом деле вы меня поймете. Потому что хочется быть красивой. Хочется потом об этом вообще хотя бы вместе не думать. Конечно, муж меня уже обстебал, что мне тут рожать. Я думаю только о ногтях и волосах. Конечно, не только. Но действительно это важно. Потому что хочется чувствовать себя нормально. Выглядеть нормально. И неизвестно, как потом будет со временем, с возможностями. Вот мне интересно. Я одна такая сумасшедшая. Хотя, мне кажется, мы все такие. А маникюрчик у меня сейчас вот такой вот новенький. Я срезала длину. Вы помните, наверное, у меня был длинный миндаль. Я делала короткие ногти. Выбрала пастельный голубой. Вот здесь вот такой нежно-нежно-пудрово-розовый бежеватый со втиркой. Кто-то писал перламутр. Но можно сказать перламутр. Но как-то это звучит из 90-х. Все-таки сейчас это такая голографическая втирочка. И а-ля такой песок. Сияющий, глиттерный, серебряный. Так, ставлю утюжок. Быстро подходом. Ой, блин. У меня лучше сделать пряди утюжков. Возможно, даже освою эту супертехнику сегодня. Есть у меня такой план. Поставила. Крути. Быстро вот так. И еще чуть-чуть подкручиваю. Еще, еще, еще. Еще подкручиваю. Еще подкручиваю. Иди вниз. Иду вниз. Медленнее. Но не так быстро. Отпускай. И закрути пряди. Ну, что-то получилось. Посмотрите, как хорошо. Получилось не так хорошо, но уже хоть что-то. Голову. Так, голову наклоняй. А теперь делай это все на ощупь. Так. Вышли, да? Вышли чуть-чуть. Тут? Да. Рука. Быстро перекручиваю. Крути уже. Еще подкручиваю. Так. Чуть-чуть вниз. Просто вставляйте зеркалку. Неровно как-то, да? Ничего страшного. Оп, 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 оп. Оп. Теперь крути пряди. Смотри в зеркало. Сейчас покажи, как крутить письма. В зеркало. Все, я берешь и так. Ага. Мэджик. Сейчас что-то стало получаться. Ура. Следующее. Вот результат. Я прям такая счастливая, довольная, конечно. Сделать красоту на голове, это дорогого стоит. Пока локон не распускали, но именно такие сделанные не на плойку, а на утюжок держатся три дня. Да, у меня в прошлый раз действительно держалась феноменально. Приближается 14 февраля. Все украшено сердечками, шариками. Это я в КДВ иду фоткаться в фотобудку. Make love. Great again. Знаете, вот въезд и фоткалась, а я могу своим желатом, а ты лишь не милая, тогда я точно прийду. И давай. Если украшение плавный, он любит кисть. Не старт вам написано. А что, нельзя пониже для таких коротышек? Супер коротких, как я. Пузо готово? Пузо готово? Пузо готово. Тут какое-то искусство современное. Шанель, Лои Виттон. Кобра арт. Пузо выпуливается в гламуре, кстати, я не помню, рассказывала я вам или нет, но когда мы читали, наверное, еще нет. В общем, мы читали список именов и просто, честно говоря, угорали, потому что имена, я не знаю, кто так называет, и там было забавное имя Люксен. И с легкой подачей моей сестрой будущий ребенок стал Люксеном, потому что это типа от слова Люкс. Понятно, это шутка, мы так называть не будем, но как вы вот поназовете, так она и поплывет. Спасибо. Спасибо.